Маленькому Ярославу еще нет даже года, но он уже ходит в старшую группу. Еще бы, ведь в уме он может выполнить 3 миллиарда операций в секунду. Но в детском саду робот своими способностями не хвастается. Он здесь, чтобы помогать родителям. Трехмегапиксельная камера наблюдает за тем, чем занимаются старшие ребята, передавая трансляцию в интернет. Я в любое время могу проследить за своим ребенком, посмотреть, чем она занимается, как к ней относятся воспитатели, как она питается, какое ее настроение, нравится ли ей в саду или нет. Родители Ярослава – рязанские инженеры. Тоже следят за своим детищем постоянно, готовые в любой момент вмешаться в работу машины. Они постарались, чтобы робот доставлял детям как можно меньше хлопот. Ярослав округлый, чтобы не поранить своих друзей. Еще одна важная особенность – маленький рост, чтобы не напугать детсадовцев. А дети наши хотят с тобой поиграть. Ну, давайте поиграем. Давайте поиграем. Ярослав – первый и пока единственный робот в детских садах страны. Поэтому на его покатые плечи возложена важная задача. Если он справится со своей миссией, то вскоре его собратья появятся и в других городах. Мы его сейчас, скажем так, пока тестируем, смотрим, проверяем и глядим, где и в какой области он нам может помочь более максимально. В основном мы его сейчас используем на занятиях. То есть мы его приглашаем на занятия, знакомим детей с роботом, чтобы они его не боялись. Ну и, соответственно, робот у нас тихонечко подглядывает за деятельностью детей. Самим детям Ярослав нравится. Его всевидящее око пока не вызывает у них раздражение. Да, многие, наверное, и не догадываются о назначении робота. Продолжая шалить перед объективом встроенной камеры. Ярослав, здравствуй. Здравствуйте. Для многих из нас в юности будущее представлялось совершенно определенным образом. Во многом благодаря кинематографу и фантастической литературе. Неизменной ее частью всегда оставались роботы. Сейчас можно с уверенностью сказать, что будущее наступило. Захар Козлитин, Александр Щербаков, Денис Демешин, РЕН-ТВ, Рязань. Редактор субтитров А.Семкин.